В 90-х годах в Ленинском районе образовалось общество инвалидов по зрению, главная цель которого – помощь слабовидящим людям и их реабилитация. За год работы организации проведены сотни мероприятий и поездок с предоставлением транспорта. Весому финансовую поддержку обществу оказывают спонсоры, но, к сожалению, их не так много. Тем не менее, благотворительные деньги идут на покупку специальных приборов – часов, градусников, аппаратов для измерения давления с функцией синтеза речи. Мы помогаем тем, кто впервые потерял зрение, адаптацию проводим. Какая адаптация? Рассказываем, как лучше, ну вот, к примеру, человек дома, да, как, что ему, как, как ему там, хотя бы вот чашку как найти, понимаете? Это очень сложно, тем более человек, когда первый раз потерял зрение. Большую часть жизни Валентина Захарова проработала на алюминиевом заводе, а через несколько лет после выхода на пенсию начались проблемы со зрением. От социальных работников она узнала о возможности посещать специальный центр. Пришла сюда одной из первых и нашла единомышленников, с которыми дружат уже более 25 лет. Я тут уже прижилась, и они меня не бросают, все время приглашают. И я им очень благодарна, я говорю, и большое им спасибо. Ежедневно организация оказывает инвалидам по зрению психологическую и правовую поддержку. Наиболее сложной здесь является работа с людьми, которые потеряли зрение внезапно. Адаптация проходит постепенно путем оказания информационной и образовательной помощи. Спросом у людей с ослабленным зрением пользуется и специальная литература. Сегодня в обществе состоит около сотни человек. У каждого из посетителей свои определенные проблемы. Вниманием и заботой окружает каждого. Хочу обратиться к тем, кто получил группу по зрению. У нас теплая обстановка. Мы всегда рады гостям. Наши приемные дни – вторник и четверг с 10 до 2 часов. Ждем вас, друзья. Приходите. Общество инвалидов по зрению находится по адресу проспект Ленинского комсомола, 14. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева и Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok